МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тех, кого не засыпало снегопадом и не заморозило отрицательными температурами, радостно приветствую и предлагаю подумать о том, чем можно заняться в грядущие выходные. Как бы странно это ни звучало, пока все не растаяло, советую большую часть времени в выходные посвятить отдыху на свежем воздухе. 10 февраля в субботу обязательно приходите в сквер мастеров. Там будет проходить очередной праздник в рамках фестиваля подвижного отдыха «Выходи гулять». Организаторы обещают презентовать техномобиль и рассказать, что это такое. В городских парках работают катки. На прокат можно взять коньки, сноутюбы и лыжи. Но лыжам посвящена отдельная глава нашего повествования. Два с половиной месяца зимы спортсмены могли считать тренировкой перед главным стартом сезона. В субботу 10 февраля в парке Харенка состоятся заезды 36-й всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2018». По подсчетам организаторов, участие в ней только от Ивановской области примут 2500 человек от мала до велика. Также заезды пройдут в Шуе, в Кинишме и в Плесе. Напомню, в этот день «Лыжня России» будет организована почти во всех регионах нашей страны. И участие в этой акции примут сотни тысяч человек. И это тот самый случай, когда снежные завалы только на пользу. Впервые в регионе 10 февраля пройдет автобиатлон. Участники будут соревноваться в скорости и меткости. И промахнувшийся на огневом рубеже пилот отправится на дополнительный круг. Ожидается около 20 участников из нашей области, а также гостей из Москвы, Ярославля и Владимира. Состязания пройдут в Шуйском районе, около деревни Змеева. Будет очень зрелищно. Адреналин организаторы гарантируют. Там специально подготовлены трассы, на которых проходили ралли, мини-ралли, спринты. Предназначены для стандартного автомобиля. Оружие и по правилам безопасности у нас положены шлема. Мы постараемся шлема хотя бы предоставлять сами. Потому что не у каждого водителя, который ездит, возит с собой шлем. А по безопасности лучше его иметь. Тем, кто отморозил на выходных нос, рекомендуем посетить соляную пещеру, море и соль. Две тонны поваренной соли, яркие фигурки морских обитателей на стенах, игрушки, любимые мультфильмы. Настоящая сказка с пользой для здоровья. С каждого сеанса мы добавляем по целому такому флакону препарата аэроголит. Это препарат запатентован. Это соль, соль родника Салотвина. Она считается самая чистая вообще чуть ли не в мире. И эти частицы измельчены до фракции меньше 5 микрон. Как раз в каждый сеанс мы добавляем по целому такому флакону и засыпаем непосредственно в сам галовый имбират. Оздоровительный сеанс занимает 40 минут. И пока взрослые расслабляются, а дети играют, измельченная соль проникает глубоко в легкие и запускает механизм очистки. Бронхит, астма, заболевания лорорганов, часто и простудные болезни. И это не полный перечень показаний для посещения соляной пещеры. Посетители здесь идут на поправку и укрепляют иммунитет. А что может быть актуальнее затяжной зимой? Хотелось бы, чтобы ребенок выздоровел. Хотели подожжать боли. Да. В первую очередь, конечно, чтобы были улучшения у него. Но я думаю, что это всем на пользу, даже те, кто не болеет, для укрепления иммунитета и в общем организма. Максимально в соляной пещере может находиться шесть детей и шесть взрослых. Обязательные условия – предварительная запись на сеанс. Курс из десяти посещений по своему оздоровительному эффекту заменяет несколько недель отдыха на море. Конечно же, есть и противопоказания существуют. Конечно же, к нам нельзя в первую очередь с любыми воспалительными процессами в организме. То есть, к нам нельзя, если у вас есть температура. У любого, то есть, у взрослого, у маленького, абсолютно всем. То есть, нельзя с температурой, нельзя с открытыми ранами. То есть, порезы гнойные какие-то тоже нельзя. Онкозаболевания тоже, если бы какие-то были проблемы, тоже ни в коем случае. На этих выходных в кинотеатре Лоць можно посмотреть семь различных кинолент. Так получилось, что львиная доля из них – это фильмы отечественного производства. Лоць – единственный в городе кинотеатр, который продолжает прокат фильма «Движение вверх». Это спортивная драма отечественного производства, которая бьет все рекорды проката. Сейчас ее сборы составляют 2 миллиарда 760 миллионов рублей. Фильм держится в прокате уже 6 недель, тогда как обычные киноленты не задерживаются дольше 4 недель. Кассовые сборы в России даже выше, чем сборы фильма «Аватар». Дебютными станут выходные для мелодрамы «50 оттенков свободы». Лента завершает трилогию, снятую по сюжету одноименной эротической нетленки Эрика Джеймса. Сценарий кульминационной части продолжает историю странного романа молодой журналистки и эксцентричного миллионера. Возрастное ограничение – 18+. В кинотеатре Лоць на премьерных выходных ожидается ажиотаж. Несмотря на то, что фильм можно будет посмотреть в самом вместительном зале региона, о билетах нужно позаботиться заранее. Купить их можно, не выходя из дома, на сайте кинотеатра. Любовь, правда, с цензурой покажет зрителям режиссер Леонид Марголин. С 8 февраля на больших экранах идет его комедия «Женщины против мужчин. Крымские каникулы». Задорный юмор в духе первой части, жаркая атмосфера отдыха и солнечные виды курортов разбавят зимнюю спячку. В Лодзе под премьерные показы отведено самое удачное для зрителей время. Женщины виновны! Да! Именно из-за них нас вспыхнули из рая! Да! За мужиков! За всех, кто не выстрел и стал каблуком! Да! Любителей красивого спорта на этой неделе тоже есть чем удивить. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса на генерала Хлебникова 10 февраля в субботу пройдут соревнования по художественной гимнастике. Также в субботу пройдут соревнования по чир-спорту. Это отдельный танцевальный вид, совмещающий в себе акробатические элементы и хореографические. Вот, пожалуй, и все, что мы сумели подобрать в афише выходного дня. Хорошо отдыхает тот, кто хорошо поработал. Удачных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!